Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Дед Сергей. Мы с вами продолжаем изучать дополнение Дом и Очаг. И сегодня мы поговорим о быкозаврах и о всем, что с ними связано. Поехали! Итак, мы с вами отправляемся на равнины. Строим небольшой загончик. Желательно стенки делать в два слоя, потому что быкоящер очень быстро их ломает. Побежали искать нашу жертву. Тут все просто. Сагриваем быкоящера, втащим его в наш загончик. Предварительно лучше выкинуть сюда мороженку. Чем больше, тем лучше. Но думаю, стака вам точно хватит. Все, загоняем быкоящера домой, закрываем его и сидим где-то рядом. Прикол в чем? Я его первый раз закрыл, пошел по своим делам, пофармил гоблинов, комарины и жопки. И прихожу, смотрю, а приручено всего-то 2%. Итак, наш быкозавр успокоился и можно было бы сидеть и ждать, пока он приручится. Но у нас есть дела куда поважнее. Возвращаемся домой, идем к верстаку и крафтим седло для быкозавра. Крафтится оно из кожных обрывков, льняной нити и слитков черного металла. Рецепт у вас на экране. Сделали. Далее идем с вами к кузнице. Давайте по-быстрому все починю, пока не забыл. Так и здесь изготавливаем мясницкий нож. Из олова и дерева. Все просто. О нем расскажу чуть позже. Так все, давайте я быстренько скину все ресурсы, которые мне мешают. И отправлюсь назад на равнины, буду сидеть и ждать. Итак, как у нас дела? Да, он приручился. Прекрасно. Можно, естественно, его приласкать. И он любит нас. Можно его переименовать. Левый шифт плюс е. Давай назовем его самец. Хорошо. Самец есть. Все быстренько ломаю. Все сломал. Давайте попробуем надеть на него седло. Оденется или нет? Седло в быстром слоте. Опа. Хорошо. Получилось. Так, залезли. Поехали. Прокатимся. ХП есть. Стамина есть. 1000 хп. 200 плюс стамины. Ух ты, гоблин, гоблин. Ну-ка. Будет он защищаться сам? Будет. Хорошо. Хоть кто-то меня будет защищать. Отлично. Так, давайте я опять на него заберусь. Полетели. Так, чтобы ему восстановить хп, нужно просто его кормить. Давайте мы добежим до второго бакозавра. Я тут время зря не терял. Начал приручать еще одного. Итак, как себя чувствует наш второй бакоящер? Сколько процентов? 50. Давайте ждем. Тремся пока где-нибудь около него. Так, ну, наверное, приручился. Да, отлично. Давайте его тоже обзовем. Будешь самка. Самка. Все, есть самка, есть самец. Что нам нужно с тобой проверить? Спариваются ли они? Так, что поморожки еще? Ой, еще много осталось. Короче, поморожки, чем больше, тем лучше. По-моему, они стали больше жрать, но это не точно. Давайте я сломаю загон. Загоню самца к самке. Опачки. У него уже появились сердечки. Появился новый навык. Верховая езда. Прикольно, прикольно. Да, управлять им не так уж просто, как кажется. Он не идет, куда мне надо. Не идет. Так, ну ладно, я их приткнул. Дальше думаю, они сами разберутся уже взрослыми. На всякий случай я их прикрою. А то вдруг жених некрасивый и жена захочет убежать. Все, давайте опять посидим, понаблюдаем, что из этого получится. Так, может быть, им еще бросить еды? Все, пошли сердечки, значит, ребята начали спариваться. Надеюсь, всем есть 18. Давайте посидим еще, подождем, и я засеку примерное время до того, как появится наш первенец. Так, у нас все тот же игровой день. Полдня где-то прошло. И у нас появился младенец. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот он наш красавчик. Детеныш Бокозавра. Так, давайте еще, знаете, что покажу? На данный момент убить Бокозавра просто так вот нельзя. То есть, какое бы оружие вы не выбрали, дамаг просто так не проходит. Потому что для этого нам разработчики сделали специальный нож, который, напоминаю, называется мясницкий нож. То есть, мы с тобой его выбираем и идем колоть нашего быкоящера. Жалко, но что не сделаешь ради видео. Так, давайте посмотрим, сколько получим мяса. Так, две шкуры, четыре мяса. Ну, как-то мало. Я думал, с прирученного быкоящера будет побольше, поинтересней. Ну да ладно, возможно, с самца-то упадет больше. Но пока что мы это проверять не будем. Вот, в принципе, и все. Мы с вами разобрались с новой механикой, посмотрели на новые предметы, на возможность кататься на быкоящерах. По-моему, это очень прикольно. Давно пора было это ввести. Итак, друзья, чуть не забыл. Для того, чтобы снять седло с быкоящера, нужно залезть на него. Это не так просто, как кажется. И нажать левый шит плюс Е. Все, седло сняли. Единственное, то, что я забыл проверить, это добывает ли быкозавр камень. Если кто-то из вас уже это проверил, то, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.